Хорошая игра, да, можно сказать, такого может быть и с нашей стороны содержания не было, какого-то такого качественного, да, чего мы требуем, что мы хотим, да, почему-то вот вторую игру, там и с Омском, и с Челябинском, мы не показываем игру, вот именно игру такую командную, не знаю, с чем связано, скорее всего, то, что, наверное, соперник посильнее, да, соперник ставит и задачу выхода, и Челябинский, Омск, да, уровень футболистов здесь разный, да, но повторюсь, что и с такими командами мы играли, как бы у нас и был рисунок, не знаю, с чем связано, скорее всего, наверное, психология, психология, вроде мы играем хорошо, да, и вот пропускаем, можно сказать, эту игру, там, да, три гола пропустили, как бы их расследование, так, по 30 секунд, да, концовка первого тайма 30 секунд остается, какой-то мы вроде на мяче наш стандарт, мы какие-то неправильные решения принимаем, там, какой-то навал, да, теряем мяч, бежим, нам забивает гол в раздевалку, так же вышли, начинаем, тут же, да, забивается гол, и третий, да, вот концовку, да, тоже в конце уже, да, забивается гол, мы потеряем уже концентрации, да, будем разбираться, смотреть, почему у нас так часто это стало, ну, происходить, да, и ртыш так же забил, да, там, на 40-й минуте, все время, ну, есть такие нам голы, поэтому по игре, да, попали в такую команду, да, попадаем под прессинги, да, наша зона такая сильная зона, да, шесть команд ставят задачу, да, и вот здесь вот у нас и происходит, там, и технический брак, да, да, и где-то не успеваем принимать решения, потому что все время оказывают на нас соперник давления, да, и мы, как бы, с этим не справляемся, да, очень много в такую жару отдаем ненужные мячи, да, поэтому поздравляю Челябинскому с победой, да, она, естественно, заслуженная, поэтому мы будем разбираться и двигаться дальше. У нас уже есть опыт, да, есть опыт, то, что и ребятам я сказал, всегда говорю с такими лидерами, да, что, естественно, у них стоит задача, да, естественно, забить быстрый гол, да, это и для под командой молодые всегда так тренер ставит такие задачи, потому что мы психологически еще так неустойчивые, да, и бывает ломаются команды, да, здесь задачу забить, и это было видно, да, мы, как бы, сдержались, мы сдержались и с Омском, мы и с Челябинском, да, и вот такие моменты мини, да, приводят там не к нашему результату. Ну, по игре хочу сказать то, что и в первом тайме у нас было очень много хороших болевых моментов, да, видите, вот у нас молодая команда, да, там у Вани Булькова по памяти вот на восьмой минуте, да, там на девятнадцать, это вот стопроцентные такие моменты, которые надо реализовывать и забивать, и тогда рисунок игры был бы совсем другой, да, поэтому здесь я помечу, что мы, как бы, не отсиживались и тоже создавали какие-то моменты, да, и они были хорошие моменты, их только надо забить и реализовать. То, что соперник, да, он там пять жёлтых, да, вроде получил за игру, конечно, они были агрессивно настроены, да, летели, всё вырывали, да, у них такие задачи, да, выхода стоит. Здесь единственное для обучения молодых футболистов, да, вот пометил у них у Челябинска третий номер, не помню, как фамилия там, Кушев, да, парень там 33 года, да, посмотрите, 90 минут он и в подкатах, и вырывая, и гол забил, да, вот это пример нашим молодым футболистам, как вы должны действовать на футбольном поле, да, и возраст гораздо моложе, да, как вы должны двигаться, вырывать, бороться, быть в игре, да, это, как бы, такой показатель, на котором мы тоже будем ставить примеры, естественно, теории покажу я эти все моменты, как 33-летний играет в подкатах, даже проигрывая позицию, догоняет, вырывает, борется, да, ну, только так будет результат. Продолжение следует...